На Украине все новые скандалы после местных выборов. В Одессе губернатор Саакашвили, чей кандидат не стал мэром города, пытается созвать свой Майдан. Нечто подобное, только наоборот, происходило на крайнем западе страны. Там митинг сам пришел к главе Закарпатья Москалю. Наталья Юрьева продолжит тему. Вы признаете тот факт, что в Ужгороде сегодня, после событий Майдана и смертей людей, были проведены самые страшные, нечестные и купленные выборы за всю историю независимой Украины. Своё мнение о прошедшем голосовании жители Ужгорода высказали ровно так, как их научили пришедшие после Майдана власти. Около ста активистов ворвались в приемную губернатора Москаля и потребовали пересмотреть результат выборов мэра более чем 50 тысяч человек. В случае неповиновения пригрозили забастовкой, то есть новым Майданом. По мнению экспертов, эту акцию организовал закарпатский олигарх Виктор Балога, которого Москаль пытался вытеснить из региона. Ведь одно из требований протестующих – отставка самого губернатора, который, по сути, отношения к выборам мэра не имеет. Другой губернатор Саакашвили вообще сам вывел людей тем вечером на митинг против результатов голосования. Дело в том, что креатура бывшего президента Грузии, Саша Боровик, на выборах провалился. Одесская городская избирательная комития объявила действующего мэра города, Геннадия Труханова, бывшего члена партии регионов, а ныне по сообщениям местных СМИ ставленника Игоря Коломойского – победителем. Лично Саакашвили таким результатом недоволен. И несмотря на разрыв более чем в два раза, у Труханова – 52%, у Боровика – 25%, заявил – рассчитывает на президента. И некие здоровые силы, порядочных людей, которые, цитата, «вместе с нами это все поменяют». Я не буду с этим мириться, кто бы что ни говорил. И эта система должна быть разрушена, если мы хотим строиться и развиваться. Вместе с теми, кто против результатов голосования, на площадь перед окружным судом вышли и сторонники действующего и избранного мэра. Пока ситуация под контролем милиции, митингующие обмениваются лишь кричалками. Отец Саакашвили, сами выберем должные! Прошедшие выборы на Украине продемонстрировали, насколько расколота страна, уверен экс-премьер, председатель Комитета спасения Украины Николай Азаров. По предварительной информации, окончательные результаты голосования ЦЭК Украины еще не обнародовал. Блок Петра Порошенко не набрал ни в одном регионе достаточного количества голосов для устойчивого большинства в местных советах. Свообразный антирекорд для партии президента на Украине. При этом во всех южных и восточных областях страны, где проходило голосование, кроме Херсонской, люди проголосовали за бывших сторонников свергнутого президента Виктора Януковича. Оппозиционный блок выиграл в семи областях. А вот на западе страны в стройке лидеров националистическая партия «Свобода», активистов которой обвиняют в убийствах и провокациях. В Ивано-Франковске она вообще на первом месте. Учитывая такие серьёзные расхождения в идеологиях, в подходах, совершенно очевидно, что Украина нуждается в федерализации. А что выборы сделали? А выборы закрепили феодализацию Украины. Вот это самый печальный результат, с которым придётся сталкиваться сейчас, в процессе тех преобразований, которые неминуемо наступят на Украине. По словам экспертов, местные выборы обычно лучше любого опроса общественного мнения показывают, насколько народ доволен действиями своих властей. Политологи сходятся во мнении, после прошедшего на Украине голосования стало очевидно. Эту проверку, не то что популярности, скорее даже доверия, пришедшие к власти после так называемого Евромайдана политики, пройти не смогли. Далее Литовка, Первый канал.